Глеб уже давно мечтал купить себе дом за городом. От родителей он не зависел, а жить в нем с любимой девушкой было самое то. И если мать периодически ворчала по этому поводу, то отец целиком и полностью был на его стороне. Глядишь и женишься наконец, нормальным делом займешься. А то сидишь сутками в своем компьютере. Скоро совсем крыша поедет. Оно ведь как? Все зло в этом компьютере изначально заложено. Вот сидит человек в нем, клавиши тыкает, а потом бац. Перекос в мозгах. Не может он уже к реальной жизни адаптироваться. Пап, ну о чем ты говоришь? Какой еще перекос в мозгах? Все ведь нормально? У меня работа такая. Программист я, если ты забыл. С обидой в голосе заметил Глеб. Слова отца задели его за живое. Вдобавок компьютер давал Глебу заработок, получить который в любом другом месте у него попросту не получилось бы. Да и Наташе его работа нравилась. А то объявление в газете Глеб увидел совершенно случайно. По сути в нем не было ничего необычного. Продам дом за городом с видом на реку и лес. Участок 12 соток. Хозяйственные постройки, колодец во дворе. Цена вас приятно удивит. Прочитав это объявление, Глеб чуть было не подпрыгнул до потолка. Вот же оно. То, что я искал столько месяцев. Боясь, как бы столь выгодная сделка не сорвалась, парень-программист тут же позвонил по указанному номеру и договорился о встрече с владельцем недвижимости. Дом превзошел самые смелые ожидания Глеба. Двухэтажная громадина, каменный забор и бассейн во дворе были просто великолепны. А вид на реку какой, очуметь просто. Глеб готов был сунуть продавцу деньги прямо сейчас. Только бы тот не передумал или не повысил цену. Владельцем дома оказался плюгавенький мужичонка лет сорока с бегающим взглядом. А дутловатым лицом и слегка подрагивающими руками. «Да ты, походу, алкавоин. Тогда все понятно. Ведь от деньги закончились. Вот и решил продать домишко. Хотя откуда у этого бухарика такая недвижимость», — подумал Глеб. Продавца дома звали Витей, и отменять сделку он совсем не собирался. Мало того, он сам предложил Глебу поехать к нотариусу и оформить договор купли-продажи. «Вот это удача. Если все и дальше пойдет так классно, то мы с Натахой сможем заехать сюда уже завтра же», — с сдерживая волнение подумал Глеб. Вскоре они нотариально оформили сделку, после чего каждый отправился по своим делам. В ту ночь сон упорно не хотел идти к Глебу. Парню все время казалось, что по какой-то причине сделку аннулируют, и он лишится своей недвижимости. Скорее всего, Глеб попросту не мог привыкнуть к тому, что у него теперь появилось что-то свое, купленное на кровно заработанные деньги. На следующий день он встал с рассветом и наспех позавтракав отправился осматривать новоприобретенный дом. Наташа должна была приехать немного позже, когда Глеб хоть немного приведет жилище в порядок. Подогнав свою приору вплотную к воротам, парень вышел из машины и осмотрелся. Место было действительно классным. Вид на реку и лес навевал приятные эмоции, а мы о пикнике и рыбалке кружили голову и заставляли трепетать сердце от восторга. Открыв ворота оставленными Виктором ключами, Глеб хотел было войти внутрь, когда ощутил на себе чей-то пытливый и внимательный взгляд. Оглянувшись, парень увидел мальчика, держащего в руках мяч. — Ты чё, мальчуган? — спросил Глеб. Мальчик помялся немного, затем кашлянул и тихонько сказал. — Зря вы купили этот дом, дяденька. В нём зло живёт, понимаете? Ты о чём, малец? Какое ещё зло? Ты что, ужастиков, что ли, пересмотрел? — раздражённо спросил Глеб. — Да нет. При чём здесь ужастики? Просто до вас там две семьи поочерёдно заселялись. Никто больше полугода не продерживался. Слова мальчика, конечно же, не показались Глебу убедительными. Да и к чему теперь было болтать попусту? Деньги уже заплачены, и найти продавца Виктора вряд ли удастся. Да и зачем, собственно, было его искать, когда дом выглядит просто шикарно. Пропустив слова мальчика мимо ушей, Глеб миновал большой асфальтированный двор и вошёл в дом. Внутри оказалось вполне приемлемо. Конечно, кое-где ещё виднелась пыль и мусор, но в целом грешить было не на что. Дом показался Глебу конфеткой, в которой начинка соответствовала тому, что находилось внутри. Чуть позже приехала и Наташа, у которой вид дома вызвал искренний восторг. Да это же настоящее семейное гнездо, милый. Два этажа ищий бассейн в придачу. Глеб согласно кивнул. Дом ему определенно нравился. Хотя, с другой стороны, в нём было нечто такое, что настораживало парня и заставляло оборачиваться всякий раз, как он оставался в одиночестве. Первая ночь в доме прошла нормально. Никаких тебе домовых или полтергейстов. Уютная семейная атмосфера и ничего более. Незаметно пролетела неделя, а на восьмой день в доме стали происходить странности. Прежде всего это выражалось в том, что в отсутствии хозяев дома вещи оказывались либо разбросаны, либо лежали не на своих местах. Что это ещё такое? Барабашка местный? Мне в детстве бабушка рассказывала подобные истории. Мол, приходишь домой, а у тебя домовой в доме убрался. Это если он добрый, конечно. Если злой, то в комнатах жуткий бардак будет, предположила Наташа. Да ну, не верю я ни в каких домовых. И прочую нечисть. Бред это всё. В деревнях любят болтать о подобном, чтоб скучно не было, возразил Глеб. Наташа покачала головой, но возражать жениху не стало. А тем временем странности в доме стали происходить уже с регулярной чистотой. Случалось это вне зависимости от времени суток или погоды за окном. Вещи по-прежнему оказывались разбросаны по всему дому, а по ночам в доме слышались чьи-то шаги и скрип половиц. Глеб несколько раз вскакивал с постели посреди ночи с фонариком в руках, но всё было тщетно. Дом был пуст. Хотя однажды Наташа всё же заметила следы босых грязных ног на паркете, ведущий от двери к гостиной. Странно это как-то. Он что, зашёл через двери, но как? И куда он делся потом? Задавал себе Глеб один и тот же вопрос. Поначалу это выглядело как невинная шалость, но потом перешло все границы. Однажды, встав утром, Наташа обнаружила в гостиной огромную пентаграмму, нарисованную чем-то красным. Ого, это же кровь! Закрыв лицо руками, воскликнула девушка. Но Глеб оказался не так пуглив и принюхавшись, понял, что пентаграмма нарисована красной масляной краской. И сделано это было намеренно. Для пущего эффекта, чтобы вызвать у жильцов ассоциации со свежей кровью. Перестань, не бойся, здесь просто что-то не так. Мне кажется, что никаким паллергейстом тут и не пахнет, сказал Глеб. Устав от козни загадочного домового, Глеб решил открыть на него настоящую охоту. Для этого он под надуманным предлогом покинул дом вместе с Наташей, так чтобы это видели все жители пригородного поселка. Оставив Наташу в городе, парень вернулся в поселок. Но вот к дому намеренно подъехал с тыльной стороны, спрятав машину в тени дерева. Миновав яблоневый сад, Глеб подошел к окну и тихонько его раскрыл. Не прошло и минуты, как он был в доме. Теперь парню оставалось лишь затаиться на втором этаже и выследить загадочного вредителя. Время тянулось как резиновое. Чтобы скоротать его, Глеб зависал в социальных сетях или играл в онлайн-игры на своем смартфоне. Парень чувствовал, что днем, скорее всего, ничего не произойдет, а потому основных событий нужно было ожидать именно ночью. Предчувствие его не обмануло. С наступлением темноты воздух в доме словно остановился, наполнившись скрытой потусторонней энергией. Конечно, Глеб не верил в подобную чушь и считал это плодом своего разыгравшегося воображения. Он знал, что тот, кто оставляет отпечатки на полу, может быть только живым, а значит, ни о каких злых духов не могло быть и реже. Чтобы не попасть в просаг, парень взял с собой бейсбольную биту, на случай того, если ночной вредитель окажет активное сопротивление. К удивлению Глеба ждать полуночи не пришлось. Странности стали происходить в доме ближе к десяти часам вечера. А началось все именно с того, что тихонько щелкнула входная дверь. Глеб готов был покляться на что угодно, что ее открыли родным ключом. Сразу после того, как незнакомец проник в дом, он стал разбрасывать посуду, вещи, все, что попадалось ему под руку. При этом вандал был уверен, что хозяев стопроцентно нет дома, а потому действовал предельно нагло и бесцеремонно. Видимо, так и не удовлетворившись произведенным эффектом, незнакомец вновь принялся рисовать на полу пентаграмму. Глеб понял это по едва уловимому запаху краски, проникшему даже в спальню второго этажа. Глеб хотел дать наглецу еще несколько минут, чтобы освоиться, уже потом наброситься на него и от души отделать бейсбольной битой. Парень понимал, что имеет дело с каким-то вандалом, старающимся во что бы то ни стало запугать жильцов дома. При этом Глеб не понимал цель вандализма, хотя, возможно, ночной гость был неким извращенцем, получающим удовольствие от вида страха в глазах своих жертв. А потом Глеб услышал странный шепот, который то усиливался, то наоборот делался тише. Парню стоило большого труда понять, что в этот самый момент ночной вредитель читает какую-то молитву либо заклинание. «Давай, давай, читай. Надеюсь, это станет последним, что ты сделаешь в этом мире». До боли в пальцах, сжав рукоять битый, подумал Глеб. Но не успел незнакомец прочесть свой речитатив до конца, как в доме начали происходить странности. Если до этого воздух был просто наэлектризован, то теперь он стал колючим, словно шипы. Ну а то, что случилось позже, заставило Глеба вздрогнуть. Дом вдруг застонал и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Стены трещали, с потолка сыпалась штукатурка, а стекла в окнах задребезжали, как тысяча бокалов с шампанским в момент произнесения тоста. А еще дом заполнил неприятный запах серой и тухлых яиц, с примесью чего-то еще, доселе неведомого Глебу. Читавший молитву, гость замолчал, а потом Глеб услышал ужасные крики. Парень не знал, что творилось внизу. Но что-то говорило ему о том, что выходить из своей комнаты ему сейчас точно не стоило. Далее утробный нечеловеческий рев едва не лишил Глеба слуха, заставив его барабанные перепонки работать на пределе. Ну а хуже всего были крики незнакомцев, который, судя по всему, столкнулся с тем, чего не ожидал увидеть никогда ранее. Это был крик боли и отчаяния. Так кричит пловец, увидевший позади себя акулий плавник, приближающийся к нему с неумолимой скоростью. Или егерь, забывший проверить отсревшие патроны при встрече с медведем-людоедом на узкой тропинке в тайге. То, что творилось внизу, было настолько страшным, что Глеб забился в угол, прижимая к себе злосчастную биту. Незнакомец кричал так, что казалось, что он захлебывается собственной кровью. Внизу определенно происходила какая-то смертельно опасная возня, но решиться на то, чтобы выглянуть Глеб так и не смог. Парень понимал, что вряд ли то, что он увидит, сможет изменить ход дело. Вскоре крики прекратились так же внезапно, как и начались, а потом повисла зловещая тишина. Глебу казалось, что стук его сердца будет тут же услышан таинственной тварью, расправившейся с ночным вредителем. Хотя вполне возможно, что с гостем ничего не произошло, и все это было лишь очередным этапом разыгранной им сцены. С другой стороны, Глеб знал, что сымитировать такой крик человек не сможет при всем своем желании. Глеб провел в комнате около получаса, после чего, наконец, решил выглянуть в дверной проем. Вниз вела лестница, которая выходила как раз на гостиную. На первом этаже горел приглушенный свет, что вселило в Глеба немного уверенности в благоприятном исходе дела. Стараясь не сдавать ни звука, парень медленно пошел вниз. От волнения и чудовищного напряжения ладони Глеба вспотели, отчего Бита норовила в любой миг выпасть из его рук. Так страшно парню не было со времен детства, когда, спустившись в подвал бабушки, он лицом к лицу столкнулся с огромным клубком змей, устроившим там логово. Ступенька за ступенькой Глеб спускался вниз. Сердце колотилось, как сумасшедший, норовя вылететь из груди вместе с остатком ребер и легочной ткани. Первым, что увидел Глеб внизу, была кровь. Много крови. Это были не только брызги, но и целые лужи, успевшие свернуться напротив первой ступени лестницы. Видимо, это был настоящий фонтан из крови, задевший не только перила и предметы мебели, но и потолок. Глеб по-прежнему не мог понять, что происходит. Достигнув первой ступени, он увидел фрагменты человеческого тела, разбросанные по комнате, подобно тому, как хозяйский бультерьер разрывает в клочья ненавистную куклу. Руки, ноги, фрагменты туловища и внутренности сплошь усеивали всю поверхность ковра, любовно постеленного на пол прежними хозяевами. Чуть поодаль сиротливо лежала голова, залитая кровью, со слипшимися волосами. Она напоминала с собой пушечное ядро времен наполеоновских войн. Пытаясь переселить страх, Глеб подошел ближе и осторожно коснулся головы убитого кончиком бейсбольной биты. Кровь уже успела свернуться, а потому для того, чтобы перевернуть голову, парню пришлось приложить некоторые усилия. Но когда Глеб увидел лицо покойника, его обуял животный страх. Увиденное одновременно шокировало и притягивало взгляд. Глеб селился закрыть глаза, но страшная картина навечно отпечаталась в его памяти. Убитого он знал. И это было больнее всего. Лежащая перед Глебом оторванная голова принадлежала тому самому продавцу дома Виктору. В том, что он умер тяжелой смертью, сомнений не было. Его застывшие в посмертной огонии глаза говорили о невыносимых и тяжких мучениях, принесенных им в момент гибели. На полу была нарисована пентаграмма, сделанная не кровью, а масляной краской. Чуть поодаль в луже крови валялась какая-то книга, похожая на некий ведьмовской справочник либо словарь. Откровенно говоря, Глеб не верил во всю эту чепуху и считал мистику чем-то запретельным и непонятным человеку. Но то, что было у него сейчас перед глазами, вряд ли можно было назвать фантастикой. Конечности, голова, разорванное туловище, валявшееся повсюду внутренности, свидетельствовали о том, что недавно здесь произошла настоящая драма. В воздухе остро пахло гнилью и чем-то еще, резким и похожим на запах хищника. Когда-то еще в далеком детстве Глеб гостил у своего деда в деревне. Макар Степанович как-то приютил настоящего волка, который попал в капкан. Вот именно такой запах источал сейчас незнакомец, убивший Виктора. Старательно обходя лужи крови, Глеб отчаянно пробирался к выходу. Все это время он по-прежнему не понимал, кто именно убил бывшего владельца коттеджа. Испытывая благоговейный ужас по отношению к голове убиенного, парень нагнулся и, подняв ее руками за волосы, переложил в другую сторону. Глеб уже почти дошел до двери, когда увидел то, на что вначале не обратил никакого внимания. А дело было в том, что в полу гостиной зияла огромная дыра, ведущая вниз. Поскольку все вокруг было обильно залито кровью, то Глеб не смог сразу заметить это отверстие. Но теперь, оказавшись с ним рядом, парень чувствовал исходивший оттуда неприятный зловонный холодок. — Это еще что такое? — прошептал Глеб. — Потому как сильно дыра была залита кровью, нападавший, судя по всему, выбрался именно оттуда. — Нет, не вздумай туда заглядывать. Даже не подходи к ней. Иди к двери, звони в полицию и сваливай отсюда нахрен. — твердил себе Глеб. Но любопытство, как известно, не зря считается одним из самых сильных чувств на свете. Соперничать оно могло лишь с инстинктом самосохранения. Но сейчас по какой-то причине инстинкт самосохранения молчал и буквально толкал Глеба заглянуть в эту дыру. Достав из кармана смартфон, парень включил фонарь и направил его луч прямо на пол. Вглубь вел узкий и длинный тоннель, похожий на какой-то замысловатый лабиринт. Передвигаться в нем в полный рост Глеб не смог бы при всем своем желании. Из пролома в полу исходил острый запах гнили и хищника. Возможно, так смердили биологические выделения этой твари. Но так как Глеб никогда не был в так глубоко под землей, он не знал, какие запахи там должны преобладать. Опустившись на колени, Глеб склонился над дырой, все еще пытаясь отговорить себя от поспешного шага. Словно завороженный, он просунул в пролом ноги, а потом, держась руками за края ямы, спустился вниз. Тоннель вел куда-то в глубину дома, развиваясь подобно змее. На данный момент передвигаться по нему можно было только ползком. Опустившись на колени, парень выставил руку с телефоном вперед и пополз. Вначале Глеб делал по одному или двум небольшим шажочкам, после чего останавливался и внимательно прислушивался. Потом он продолжал движение всякий раз, готовясь к нападению чего-то страшного и очень опасного. Лишь немного позже парень смог объяснить себе причину своего поведения. Скорее всего, он просто был в ярости от того, что какая-то тварь разворотила ему весь дом, убила прежнего владельца и теперь грозила ему самому. Глеб так долго собирал деньги на покупку этого дома, а теперь все пошло крахом. Достигнуть такого состояния в душе было практически невозможно, но иногда такое случается. Глеб не знал, сколько именно он прополз, но по его прикидкам преодолел он уже не менее ста метров. Но куда мог везти этот туннель и откуда он взялся под его домом? Скорее всего, покойный Виктор не знал о существовании туннеля и попросту забавлялся с черной магией, пытаясь запугать новых владельцев. Так бывает, когда читая очередное заклинание, человек неосознанно вызывает с того света какую-то злобную тварь. Глеб чувствовал, что Виктор не зря запросил за дом такую низкую цену. Скорее всего, ему хотелось насладиться страхом новых жильцов, которых уже через месяц будут просто молить о том, чтобы он забрал их дом за копейки обратно. Внезапно подземный ход стал расширяться. Вскоре Глеб уже мог стоять там, немного пригнувшись. В качестве оружия парень все-таки же тащил за собой злосчастную биту, которая намеревался отбиваться в случае нападения какой-либо твари. Сознание парня не могло подсказать ему выход из ситуации. Несмотря на это, он все равно продолжил упорно идти вперед. Глеб не знал, сможет ли он выбраться отсюда обратно, так как теперь он спускался практически вертикально вниз. Нет, совсем вниз. Он, конечно, не катился, но вот выйти обратно ему будет очень-очень сложно. А потом Глеб оказался на гладко утоптанной площадке размером примерно 10 на 10. Посредине лежала гора каких-то округлых предметов. И вот, подойдя ближе к Глебу, помнил. Это было не что иное, как людские черепа. Там было не менее 20, а может и все 30 черепов. Все они выглядели старыми и на вид им можно было дать 50 и более лет. Миновав площадку, парень двинул дальше. В тот момент ему в лицо подуло запахом смерти. Это было так отвратительно, что Глеб едва не содрогнулся в приступе безудержной рвоты. Он не знал, что это было. Тем более, что в этот момент на него уже двигалось какое-то темное существо. Глеб изготовился и покрепче сжал в руках биту. Он сам не знал, что с ним в этот момент происходило. Парень просто хотел принять бой здесь и сейчас. «Ну же, давай, выходи, тварь», — шептал Глеб. Но то, что чуть позже показалось из темноты, заставило его вздрогнуть. К нему двигалось странное существо на нескольких конечностях, состоявших из некого подобия людских рук. Правда, их было намного больше, чем у самого большого паука. Поначалу оно извивалось, словно гусеница, но потом стало округлым, отчего рук значительно прибавилось. Каждый из них оканчивалось острыми когтями, а само тело трансформировалось так, как ему было угодно, становясь то длинным и вытянутым, то напротив сбитым и даже округлым. Глаз у твари не было, скорее всего, оно двигалось либо на слух, либо на запах. Глеб живо представил, как оно ползет по длинному тоннелю, после чего проламывает пол и набрасывается на обезумевшего Виктора. Возможно, этой трансформации способствовало пентаграмму на полу, а может громкий крик Виктора, читавшего нараспев слова молитвы. Возможно, этот полуумный владелец дома занимался черной магией или чем-либо еще. Но сейчас же, сжав покрепче биту, Глеб приготовился к бою. Странно трансформирующаяся на ходу тварь набросилась на него первой. Глеб увернулся, после чего с силой ударил битой по одной из конечностей твари. Послышался громкий хруст, и мерзкое существо протяжно завыло. Решив закрепить успех, Глеб ударил еще и еще, до тех пор, пока тварь не отошла к стене. Парень не знал причины, по которой эта сволочь решила на него напасть, но разбираться в этом было сейчас некогда. А потому он попросту принял бой. Но потом удача оставила Глеба, и в один из выпадов тварь удалось вырвать из рук парня биту. Почти сразу она опрокинула Глеба на спину и потянулась своим кошмарным ртом к его шее. Парень закрыл глаза и стошно заорвил. Он понимал, что еще мгновение, и он отправится к братцам. Все вокруг померкло, а потом Глеб просто потерял сознание. Глеб не знал, сколько времени он провел в небытие, но когда он все-таки очнулся, то сначала не сразу понял, где находится. Парень лежал на полу в гостиной и в целом чувствовал себя вполне приемлемо. Самым интересным оказалось то, что крови в гостиной не было, как не было разрушений и фрагментов растерзанных тел на полу. Что же здесь произошло? По-прежнему не мог понять Глеб. Вся его одежда была насквозь пропитана потом, но при этом на ней не было ни капли крови. А еще никакой дыры в полу не было. Да и убитого владельца дома также нигде не было видно. Потому что за окном уже пробивался рассвет. Парень понял, что наступило утро. Это что же? Я всю ночь видел один и тот же кошмар? Это все всего лишь выдумка? Растерянно подумал Глеб и тяжело выдохнул. На следующий день Глеб попытался позвонить прежнему владельцу дома Виктору, но равнодушный голос оператора сотовой связи известил его о том, что тот находится вне зоны доступа. Все это выглядело крайне странно, особенно учитывая то, что приснилось Глебу прошлой ночью. Когда же из города приехала Наташа, то парень решил не рассказывать ей о том, как он заснул. И на протяжении нескольких часов видел один и тот же жуткий кошмар. Видимо, все это произошло с Глебом на эмоциях. Но при этом парню постоянно казалось, что за ним кто-то пристально наблюдает. А потом он вспомнил слова мальчика с улицы, говорящего, что в этом доме живет сущее зло. Виктор же тем временем словно в воду канул. Глеб даже ездил к нему на съемную квартиру, но найти прежнего владельца дома ему так и не удалось. Решив подтвердить или опровергнуть свою безумную догадку, Глеб попытался разобрать пол в том месте, где ночью был пролом. Поначалу Наташа отнеслась к нему как к сумасшедшему. Что ты делаешь, зачем ты разбираешь пол? Вот кто потом будет это все восстанавливать? Тем более тут дорогой паркет. Но Глеб упорно стоял на своем и орудовал молотком и гвоздодером, подобно заправскому плотнику. Вскоре парню удалось сорвать несколько досок, и вот тут-то он вновь почувствовал тот запах, который был здесь минувшей ночью. Там же внизу валялись людские останки, принадлежавшие покойному Виктору. А еще дом буквально ожил. Только сейчас Глеб понял, что это был единственный организм, и то, куда он чуть не спустился вчерашней ночью, служило ему пищеварительной системой. Это было истинным порождением жуткого страха и кошмара. Дом был плотояден. И он жрал и убивал своих жильцов поочище любого паука, растянувшего паутину. Глеб не знал, какую роль во всем этом выполнял Виктор, но, скорее всего, бывший владелец дома знал о его таинственной силе и попросту пытался совершать свою кровавую мессу. Возможно, таким образом Виктор пытался задобрить злого духа, живущего в стенах дома. Сорвав пол, Глеб указал Наташу на туннель, откуда он сам еще не так давно был попросту изрыгнут наружу. Все это было одним большим кошмаром. Виктор, какое-то существо в подвале, да и сам дом, были единым целым. Видение и порождение тьмы одновременно. Схватив девушку за руку, Глеб повернулся к двери, но та вдруг самым непостижимым образом оказалась заблокированной. Нет, замок закрыт не был, но вот открыть ее было невозможно. Стены дома трещали и стонали, как сосны, при ураганном ветре. Крыша скрипела, словно плохо настроенная пианино, и норовила развалиться пополам. А потом в полу вновь появился этот огромный разлом, показавшийся Глебу огромной пропастью, или оскальным ртом, куда они с Наташей должны были рухнуть прямиком в желудок этой твари. В этот момент парень приложил максимум усилий и при помощи рычага смог распахнуть дверь. Вдвоем с Наташей они все же выскочили наружу. Они бежали не оглядываясь, надеясь, что дом не следует за ними по пятам и стоит на месте. Глеб бежал к автомобилю, где в багажнике у него лежала канистра с отличнейшим бензином. Естественно, дом не хотел для себя такой участи и очень упирался, пытаясь затащить парня внутрь. По неосторожности Глеб облил не только стены дома, но и от души плеснул себе бензином на руку. Когда все вспыхнуло, то его левая рука мгновенно превратилась в факел. Глебу стоило больших усилий затушить горящую рубашку, и частично в этом ему помогла Наташа. А дом стонал и ревел, как раненый зверь. Это был крик ужаса, страха и боли. Впервые за все свое существование этот дом получил достойный отпор. Все это время он исправно получал жертвы от своего идолопоклонника Виктора, который заманивал для него новых жильцов. Полумный мужчина намеренно запугивал жильцов для того, чтобы дом вначале насытился страхом жертв и только потом поглощал их же плоть. Но потом по какой-то причине Виктор стал не нужен, и дом в итоге сожрал и его вместе со всеми потрохами. Глеб не отходил от пожарища до тех пор, пока от дома не остался обугленный остров. Взяв Наташу за руку, он направился к автомобилю, прекрасно зная, что управлять им не сможет из-за ожога на левой руке. Но в тот момент Глебу на это было уже плевать. Главное, что проклятый дом сгорел, и больше никто не попадет в его липкие кошмарные сети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok